Дорогие братья и сестры, приветствую вас в Доме молитвы, Церковь Свет Миру. Приветствуйте друг друга. Мы рады, что мы можем быть в общении с Господом и друг с другом. Сегодня прекрасный день, когда мы можем говорить о том, что Господь царствует. Он самое главное, царствует не только во Вселенной, Он царствует в наших сердцах. Те из нас, которые познали Господа Иисуса Христа, личным Спасителем, могут радоваться, что Он живет и царствует в наших сердцах. Я хочу вам прочитать место для нашего общего ободрения перед тем, как мы будем молиться, перед тем, как мы будем петь вместе, прославлять Господа. Второй Коринфянам, третья глава, которая говорит нам о том, что мы являемся письмом Божиим. Второй Коринфянам, третья глава, с первого стиха. Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для вас, для некоторых, одобрительные письма к вам или от нас? Вы, наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками, вы показываете собой, что вы, письмо Христово, через служение, написанное над не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа. Не потому, что мы сами способны были помыслить от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа. Потому что буква убивает, а Дух животворит. Вот этот Дух, который живет в нас, который действительно сегодня озаряет наши сердца и ведет нас к отчизне, и который подсказывает нам на то, что время близко, время, когда Господь не замедлит, и Господь исполняет все свои пророческие предсказания, Господь исполняет Своё Слово в наше время. Мы же должны быть внимательными к тому, что Господь говорит через нас, через Церковь, через Своё Слово. Давайте мы склоним наши сердца, поблагодарим Господа, помолимся. Отец Небесный, мы так благодарны Тебе, что сегодня Ты еще и еще раз позволяешь нам собраться в тени крыл Твоих, в Доме молитвы, что мы можем начать это день и служение, поклонение с молитвы благодаря Тебя, вечного, сущего, живого Бога, посланного Тобой Иисуса Христа, через Которого все начало быть, и через Него не начало быть, что начало быть, говорит Дух Святой через апостола Иоанна. Благодарим Тебя, что в Тебе осуществлено абсолютно все для человека, весь смысл жизни, его будущее, его настоящее, все в Твоих руках. Господи, мы просим Тебя, чтобы сегодня Ты озарил наши сердца, помог нам быть внимательными к Твоему Слову, и через песнопение, через служение, через славословие, через все, что будет здесь сделано, сказано, пропето, сыграно, во всем этом Ты был возвеличен и прославлен. Нам помоги укрепиться Духом и видеть Тебя еще яснее сегодня, чем мы видели Тебя вчера. Во имя Иисуса мы просим. Аминь. Будем поклоняться через песнопение «Просыпаюсь на заре» и стремлюсь, мой Бог, к Тебе. Просыпаюсь на заре, и стремлюсь, мой Бог, к Тебе. Переслышишь Ты меня, Иисус, люблю Тебя. Я ищу Твои пути, и хочу по ним идти, надо мной, Господь, Твоя рука. Я ищу Твои пути, и хочу по ним идти, надо мной, Господь, Твоя рука. Вижу все Твои дела, и поет душа моя. Я ищу Твои пути, и хочу по ним идти, надо мной, Господь, Твоя рука. Я ищу Твои пути, и хочу по ним идти, надо мной, Господь, Твоя рука. Расыпаюсь на заре, и стремлюсь, мой Бог, к Тебе. Я ищу Твои пути, и хочу по ним идти, надо мной, Господь, Твоя рука. Я ищу Твои пути, и хочу по ним идти, надо мной, Господь, Твоя рука. Отец небесный, мы с любовью за все Тебя благодарим. Мы, Сына Твоего, обытой кровью, пред Тобой в благоговении стоим. Слава всемогущему Богу, он был, он есть и вновь грядет. Слава всемогущему Богу во веки веков. Отец небесный, мы с любовью за все Тебя благодарим. Мы, Сына Твоего, обытой кровью, пред Тобой в благоговении стоим. Слава всемогущему Богу во веки веков. Во веки веков. Братья и сестры, мир вам. Приветствуем также наших братьев и сестер, которые слушают нас. Также те братья и сестры, которые потом будут смотреть записи этих служений. И по хорошему обыкновению мы каждое воскресенье утром обращаемся к Слову Божьему. И Писание говорит, что вы хорошо делаете. Поэтому, братья и сестры, давайте все сосредоточимся, кто принес с собой Библии ваши или Евангелие. Мы читаем Евангелие от Иоанна, читаем по порядку главы каждое воскресенье. Поэтому сегодня мы также и обратимся к Евангелию от Иоанна, 8 глава. Будем читать все вместе. Поэтому давайте сосредоточимся, будем внимательны к тому, что Господь будет говорить нашим сердцам. Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм. И весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину. Взятую в прелюбодеяние. И поставив ее посреди, сказали ему. Учитель, эта женщина взята в прелюбодеяние. А Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь? Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им, «Кто из вас без греха? Первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала, «Никто, Господи». Иисус сказал ей, «И я не осуждаю тебя, иди, и впредь не греши». Опять говорил Иисус к народу и сказал им, «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Тогда фарисеи сказали ему, «Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое не истина». И Иисус сказал им в ответ, «Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истина, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти, я не сужу никого, а если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истина. «Я сам свидетельствую о себе и свидетельствует о мне Отец, пославший меня». Тогда сказали ему, «Где твой Отец?» Иисус отвечал, «Вы не знаете ни Меня, ни Отца Моего. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего». Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял его, потому что еще не пришел час его. Опять сказал им Иисус, «Я отхожу, и будете искать Меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти». Тут и иудеи говорили, «Неужели Он убьет сам себя, что говорит, куда я иду, вы не можете прийти?» Он сказал им, «Вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от сего мира. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что я, то умрете во грехах ваших». Тогда сказали Ему, «Кто же ты?» Иисус сказал им, «От начала сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас, но пославший Меня есть истинен, и что я слышал от Него, то и говорю миру». Не поняли, что Он говорил им об Отце. Итак, Иисус сказал им, «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не делаю от Себя. Но как научил Меня Отец Мой, так и говорю. Пославший Меня есть со Мною, Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно. Когда Он говорил это, многие уверовали в Него». Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него и Иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познайте истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали, «Мы семя Аврамова, и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайтесь свободными?» Иисус отвечал им, «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Аврамова, однако ищите убить Меня, потому что Слово Мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца Моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Сказали ему в ответ, «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им, «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. А теперь ищите убить Меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога». Авраам этого не делал. «Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему, «Мы не от любодеяния рождены. Одного отца имеем, Бога». Иисус сказал им, «Если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога ишел и пришел. Ибо Я не сам от Себя пришел, но Он послал Меня. Почему вы не принимаете речи Моей? Потому что не можете слышать Слово Моего. Ваш Отец – дьявол. И вы хотите исполнять похоти Отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит Он ложь, говорит свое, ибо Он лжец, и Отец лжи. А как Я истину говорю, то не верите Мне. Кто из вас обличит Меня в неправде? Если же Я говорю истину, почему вы не верите Мне? Кто от Бога, тот слушает Слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. На это Иудеи отвечали и сказали Ему, не правду ли мы говорим, что ты самарянин, и что бес в тебе? Иисус отвечал, во Мне беса нет, но Я чту Отца Моего, а вы бесчестите Меня. Впрочем, Я не ищу Моей славы, есть ищущий и судящий. Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет Слово Мое, тот не увидит смерти вовек. И Иудеи сказали Ему, теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер, и пророки, а ты говоришь, кто соблюдет Слово Мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер? И пророки умерли. Чем ты себя делаешь? Иисус отвечал, если Я сам себя славлю, то слава Моя ничто. Меня прославляет Отец Мой, о Котором вы говорите, что Он Бог ваш. И вы не познали Его, а Я знаю Его. И если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Но Я знаю Его и соблюдаю Слово Его. Авраам, Отец ваш, рад был увидеть день Мой и увидел и возрадовался. На это сказали Ему иудеи. Тебе нет еще пятидесяти лет, и ты видел Авраама? Иисус сказал им, истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, Я есмь. Тогда взяли камень, чтобы бросить на него. Но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее. Аминь. Давайте, братья и сестры, встанем. Кого Дух Божий касается, помолиться. Будем обращаться к Отцу нашему. Аминь. Аминь. Отче, Небесный, прежде всего благодарность за истину Твою. Слава Тебе, Отец. Если прибудете в Слове Моем, чтобы истинно Мои скинулись. И это правда. Тебе подарил нам это утро. Благодарю за дыхание жизни, потому что знаю, что наша жизнь в Твоих святых руках. Благодарю Тебя за Твою заботу о душах наших и за то, что Ты даешь нам еще возможность, Отец, обращаться к Слову Твоему. Я знаю, что Ты словом Твоим касаешься сердец и прими молитвы, которые были высказаны в сердце, в слух. Господи, нужды каждого брата и сестры, которые находятся, которые взывают к Тебе. Прошу Тебя, чтобы Ты услышал, Господи, и по милости Твоей Ты был милостив, Господи, каждому. Отец, я благодарю Тебя за то, что мы имеем Слово Твое, к которому мы можем обращаться и через которое Ты, Господи, наставляешь нас, учишь нас, Господи, обличаешь. Прошу Тебя, пожалуйста, чтобы и этот день, когда мы собираемся вместе, чтобы Тебе воздать славу, Тебя прославить пениями, стихами, Господи, слово услышать от Тебя для того, чтобы, поправивши светильники в жизни нашей, Господи, мы стремились к Тебе, стремились увидеть Тебя, Господи, потому что Ты есть наш Бог, Ты наша жизнь, и мы славим Тебя. Будь Ты благословен, Господи, и в это утро, в этом дне, и в вечности, ибо Ты достоин славы. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. У нас будет сейчас музыкальная программа, пока наши музыканты подготовятся. Я хотел бы заметить, что вот в этом отрывке Евангелия от Иоанна, восьмая глава, если вы заметили, все происходило с Иисусом, можно сказать, и людьми, которые вы окружали, с каменями в руках. Началась эта история, когда Иисуса окружили люди с каменями в руках, бросили эту женщину, взятую в прелебодеянии, в центр этого круга, и сказали, рассуди. И посмотрите, как Иисус интересно говорит. Он не сразу сказал, прощаются тебе, потому что Он же мог простить. Он, в принципе, произвел приговор и сказал, кто не имеет греха, тот первый, брось в нее камень. И так от мала до велика, от великого до малого все они побросали свои камни, и все рассеялись, осталась только одна женщина и тот, кто и действительно мог кинуть в нее камень. Ведь единственный, кто не имел греха, был Иисус. И остался Иисус, и осталась женщина. И Он говорит, где обвинители твои? Разве никто не осуждает тебя? Никто, Господи. И Я не осуждаю тебя. Он посмотрел на глубину сердца и раскаяние женщины и не стал этот грех возбуждать, принимать. Он видел покаяние сердца и тут же его простил. Единственный, который мог это все осудить и который мог произвести суд, произвел милость, произвел благодать и отпустил женщину. Сказал, иди с миром и больше не греши. И вы знаете, в конце этого тоже люди уже взяли, чтобы побить Иисуса. Опять же толпа, опять окружила, готова была побить камнями, но настал его еще час, он проходит между ними и опять камни нужно было бросить, потому что не время еще пришло Господу. Так вот интересно, Господь очень многое говорит нам через свое Священное Писание. Нам нужно быть очень внимательны, потому что Священное Писание действительно показывает нам, где мы можем оступиться, где мы можем попросить прощения, где нам нужно быть внимательными к тому или к другому. И вот поэтому пусть Господь работает с нашими сердцами, как Он работал с сердцем этой женщины, как Он работал с сердцами фарисеев и саддукеев, которые приходили к Нему. Пусть вот в этот час Господь через музыкальное служение, через песнопение, через все подготовит наше сердце к тому, чтобы мы услышали Его Слово, и чтобы Его Слово глубоко вошло в нас. У нас сегодня есть гости, необычные гости. Нас посетили девочки из Канады. Это Виктория, Александра, они нам приготовили прекрасное пение. Они будут играть на фортепиано, будут петь. Девочки, вы можете выйти вперед, мы вам дадим микрофончики. Вы можете прославить Господа тем пением, которое вы, наверное, выучили вместе с мамами, с папой, своей семьей. Я вас приглашаю вперед. Ваше время. Вам сейчас поставят микрофончики. Вам нужно будет спеть, сыграть то, что вы приготовили через то, что Господь вас благословил. Мы всегда рады, когда нас посещают гости. У нас еще после этого будет участие и других музыкантов. Так что мы всегда любим, когда нас посещают и благословляем тех, которые хотят своими талантами поделиться вместе с Божьей Церковью. А вам желаем, чтобы вы все те таланты, которые Господь даровал вам, чтобы вы использовали для славы Бога, чтобы всегда для Него пели и прославляли Его святое имя. Виктория и Сашенька, они исполнят песнопение. Божьей Церковь и Сашенька, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Во всех путях моих Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но сейчас я вижу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Великое чудо! Кто мне скажет, что сегодня за дата Такая знаменательная, историческая? Погромче, чтоб я слышал! Так я и не услышал Преображение Преображение О, видите, даже сегодня преображение Значит, дорогие мои братья и сестры Сегодня знаменательная историческая дата Русскому баптизму Сегодня, 20 августа Исполняется, знаете, сколько лет? 150 лет! 20 августа 1867 года Был крещен первый на Руси Баптист с погружением С полным погружением И эта дата Сегодня считается Как зарождение Русского баптизма на Руси Знаменательная дата Как вы думаете, братья и сестры? 150 лет в истории Это не особый большой отрезок Но в истории русского-украинского братства Это очень большое-большое событие И Писание говорит Поминайте наставников ваших Которые проповедовали вам Слово Божие И, взирая на кончину их жизни Подражайте вере их Конечно, сегодня в Америке Да, наверное, и забыли уже Молодое это поколение не особо и помнит Тот период жизни, когда мы жили В коммунистической советской В советской стране И вот наш христианский поэт Коротенько написал в своем стихотворении Путь христиан Всех времен, всех веков и народов Трудно жить, когда не видно света Трудно жить, когда кругом темно Трудно жить, когда заря рассвета В чье-нибудь не глянуло окно Если ложь царицей восседает Если зло кругом руководит И неправда правду подавляет Трудно жить Но средь зла пропитанного ложью В темноте сгустившейся ночной Был же зажжен однажды словом Божьим Яркий факел истины святой И нести его во все народы Истомленным, жаждущим сердцам Через все преграды и невзгоды Поручил Христос ученикам Было их тогда совсем немного На суровом жизненном пути Облеченных силою от Бога Чтобы знамя истинно нести Шли они, апостолы Христовы По деревням, селам, городам Рушились греховные оковы Умножалось племя христиан Поднимаясь из греховной тины Брали факел истинно они В Риме, Македонии, Афинах Загорались яркие огни И когда Стефанов убивали Думая заставить замолчать Это место савлы занимали Чтоб святое дело продолжать Так и шла она, семья Христова С факелом горящим впереди Пробуждая многих к жизни новой Трудности встречала на пути Сколько им скорбей, гонений Пыток испытать пришлось за этот срок Сколько крови праведной пролито Кто бы все измерить это мог Кто бы счел все тропы и дороги Города и селы разных стран И все тюрьмы, каторги, остроги Где ступали многих христиан Но не тщетны были все старания Не напрасен был тернистый путь И сегодня с радостным сознанием Можем мы на прошлое взглянуть Сколько душ от гибели спасенных Сколько чистых пламенных сердец Сколько снова в стадо возвращенных Без Христа блуждающих овец Яркий светоч истины Господней Яркий светоч истины Господней Ныне нам поручено нести Перед нами тот же путь сегодня И другого нет для нас пути Благослови вас Господь, братья и сестры Помнить, обязательно помнить историю Нашего русско-украинского братства Евангельских христиан-баптистов Благословений вам! Аминь! Я добавлю к этому, что поколению старшим Очень важно было, так как вокруг был враг Нужно было именно иметь вот эту айдентификацию Что мы принадлежим к русскому баптистскому братству Мы христиане, мы крепко держимся друг за друга Я думаю, что вот в этом поколении Мы немножечко как бы уже теряем Вот эту свою айдентификацию В том плане, что вот мы там баптисты Или мы евангелисты Что вот это важно Но вот я к чему хочу подвести это Что 150 лет, когда пришел евангельский христианин Назовем его баптистское братство Пришел евангельский христианин Который стал читать Библию Который принял решение креститься еще раз Он был крещен в православной церкви Но еще раз он был заново крещен И сказал, с этого момента Я хочу теперь исполнить слово Божие Я хочу заново быть погруженным И выйти из воды Здесь нет никакого волшебства в окунании И выходе из этого Но он хотел сказать Вот теперь я начинаю новую жизнь Будучи окунувшись полностью И выйдя из воды Но вы знаете, что предшествовало 150 лет тому назад 151 год назад За год до его крещения Была переведена вот эта Библия Библия и ее перевод Который вы держите в своих руках Был написан в 1876 году Библия была переведена на нормальный русский язык И теперь каждый человек На России, на Украине Могли взять Библию и читать ее Теперь это не был старославянский язык Который нельзя было понять Я, Езмь и так далее и тому подобное Люди уже не говорили так Уже писали Лермонтовы, Пушки Уже язык трансформировался А перевода не было За год до этого события Как мы говорим Приход Евангельской Церкви Или Баптизма на Руси За год до этого был переведен Этот перевод, который мы до сих пор пользуемся Которым читаем И вот это своего рода реформация наших сердец Точно такое же, которое произошло в Европе Вы помните Когда был изобретен печатный станок И Мартин Лютер Пригвоздив 95 тезисов сказал Нам нужна реформация Нам не нужны индульгенции Нам не нужно вот это от того, что мы отошли Нам нужно обратиться к Священному Писанию И на Руси произошло что-то подобное Был сделан перевод на русский язык И люди стали его читать Осознавать, где они находятся И они сказали Нам нужно менять свою жизнь Вот так вот пришел И Евангелие пришло на русскую, славянскую землю У нас, нас еще раз Еще раз, представляю вам наших гостей Посетили нас Братья и сестры Это одна семья Она буквально год назад приехала из Москвы Они сегодня вместе с нами Хотят потрудиться И поучаствовать в служении Господа Пусть Господь вас благословит и приумножит ваши таланты Во славу Его Аминь, слава Богу И в этот день не только мы вспоминаем историю Как Дух Святой ввел людей к себе И как переводилась Библия Не только о части баптизма, который зародился на Руси Но и также этот путь остается продолжать нам сейчас И мы желаем быть частью этого И мы хотим спеть эту песню, которая рассказывает о этом нелегком на самом деле пути И что нам не нужно сдаваться Что нам нужно идти дальше Почему так случается именно со мной Почему опускаются руки порой Хочу все исправить Но кто я такой Чтоб время вернуть Махнувши рукой Меня крушила Злая времена Со страшною силой наступает она Как город без тем, без воды и питья Одна погибает в этом мире душа Будь было легко мне Стаса врагу И быть усыпленным в греховном кругу Но Бог призывает Людей побеждать Тебя и своих Друзей все спасать Но мы будем идти Даже если не сил Помогая друг другу Как Христос научит Мы будем надеяться Верить в любви Что враг нас не смог Никогда победить Но мы будем идти Даже если нет сил Помогая друг другу Как Христос научит Мы будем надеяться Верить в любви Что враг нас не смог Никогда победить Я верю нечетно Это пора Я верю, что Бог Слышит меня Я верю, что Он Обещал помогать Я верю, что Он Будет силу давать Надо мною смеется Захваченный народ Но верю я твердо Судьбу решает Бог Мой разум не может Все это понять Но довериться Богу Значит побеждать Но мы будем идти Даже если нет сил Помогая друг другу Как Христос научит Мы будем надеяться Верить в любви Что враг нас не смог Никогда победить Но мы будем идти Даже если нет сил Помогая друг другу Как Христос научит Мы будем надеяться Верить в любви Что враг нас не смог Никогда победить Прости, Господь, за сомнения Прости, Господь, за согрешения Прости, Господь, за согрешения Прости, мои мысли порой Я принимаю Священный урок Но мы будем идти Даже если нет сил Помогая друг другу Как Христос научит Мы будем надеяться Верить в любви Что враг нас не смог Никогда победить Но мы будем идти Даже если нет сил Помогая друг другу Как Христос научит Мы будем надеяться Верить в любви Что враг нас не смог Никогда победить Слава Богу Слава Богу Нам всегда очень приятно И интересно видеть Вот такие вот новые инструменты Молодежь, наверное, думает Что это какая-то Миниатюрная Мексиканская гитара На самом деле Это можно сказать Брат Петр может подтвердить Это Домбра Это исконно русская Да, можно сказать Или славянская Славянская Мандолина все-таки Или Домбра это было Домбра Это была Домбра А вот этот другой инструмент К сожалению Я вам не смогу назвать Это нужно уже Вот поближе познакомиться С нашими друзьями Когда у нас будет время Когда мы будем Общаться после собрания Вы обязательно узнайте Что это за инструмент У меня подозрение Что он из Африки Но я не уверен Такие интересные у него Красивые музыкальные звуки Братья и сестры Есть еще один участник У нас Который не смог Сейчас поучаствовать Хотя очень сильно хотел Это молодая семья Которая Посетила нас уже второй раз И второй раз Они хотели участвовать Для того, чтобы испеть Но нам нужно быть Внимательными Знаете, братья и сестры Вот Они еще не знают никого Среди нас И вот Малыш Знаете как Вот Взыграл малыш Нужно уйти Время для музыкального служения И никто Из нас Не могли Помочь Посидеть С малышом Я думаю, что Чем ближе мы будем Знакомиться Тем мы Более взрослые Мамочки смогут Наверняка Подсуетиться И немножко Помочь с малышом Чтобы служители Которые могут Послужить Музыка Чтобы мы могли Так же это и сделать Так что будьте внимательны Если мамочке нужно помочь То Всегда протяните эту руку Помощи Брат Александр, пожалуйста Я прошу Вас тогда Александр Васильевич Что Вы нам исполнили Два произведения Как традиционно У нас на служениях Брат Александр Старается Послужить Господу Всем тем Что Господь на сегодняшний день Нам хочет сказать Через музыку Через скрипку Доброе утро Приветствую Вас И знаете Когда я выхожу сюда Всегда Сердце радуется От того Что нахожусь в Доме Божьем И Мы даже не Понимаем Насколько мы Счастливые люди Которые познали Спасителя Ехали мы сюда к Вам Ну К Вам К нам В Дом Божий И Вы знаете Смотрю с грустью По восьмидесятке Несутся машины Одна за одной Все с лодками С велосипедами Я думаю Неужели в церковь едут? Нет Едут куда-то А в церковь Проезжаем мимо Я сейчас смотрю На площадке церкви Там десяток Машин стоит А ведь 90-е годы Когда я попал в Америку Это был по-моему 93-й год Вы знаете С восьми утра Проезжали Парковки Были все забиты Время сейчас другое стало Люди хотят отдыхать Но Знаете Люди Живущие без Бога Они стремятся К наполеоновским планам Они стремятся К карьере К деньгам Но Они не понимают Что Наполеон Проиграл битву При Ватерлоу Был сослан на остров Святой Елены И там скончался Трак И все его планы Которые он строил Бог разрушил Сегодня Хочется мне сыграть Для вас музыкальную Композицию Ко называется Ожидаю встречу Это молитва царя Давида Давид царь Несмотря на свое положение Каждый день Искал Лица Божьего И как хочется Чтобы мы с вами Искали Лица Божьего Я когда смотрю на Молодежь Которая выходит сюда Славит Господа Знаете Сердце мой ликует Я вспоминаю себя Когда я шел Помню мне было лет Наверное двенадцать Я один помню Как-то попалась без родителей Шел в церковь И вы знаете Вдоль дороги стояли Молодые люди Это каждое воскресенье было Но если с родителями Не молчали Когда я шел один Они кричали Богомолец идет Посмотрите на Богомольца И я вот так шел Понимаете Мне было стыдно Глаза поднять Потому что Это было другое время Это было Шестидесятые годы А сегодня мы живем Совершенно в другой стране Полная свобода Желание Только нет У многих К сожалению Молитва царя Давида Он искал За превыше небес Когда взираю я на небеса Бело твоих перстов На луну На звезды Которые ты поставил То что есть человек Что ты помнишь его И сын человеческий Что ты посещаешь его Субтитры создавал DimaTorzok 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 История была такая Субтитры создавал DimaTorzok И ее жизнь, конечно, была просто как в аду Субтитры создавал DimaTorzok 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 В чем сыграть мелодию, которую я играл, это мелодия Северидов, написал. Мне она напоминает вот эту историю. Северидов 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 Доброе утро, дорогая церковь! Негодных же и бабьих песен отвращайся, упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Слово сие верно и всякого принятия достойно, ибо мы для того и трудимся и поношения терпим, что уповаем на Бога живого, который есть спаситель всех человеков, а наипаче верных. Проповедуй сие и учи. Никто да не пренебрегает юностью твоей, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Да коли не приду, занимайся чтением, наставлением, учением. Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О сем заботься. В сем пребывай, дабы успех твой был для всех очевиден. Вникай в себя и в учения, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя. Аминь. Всем недавно мне предоставилась возможность рассуждать по поводу этого текста на разборе. Насколько, к сожалению, у нас не так много в среду на собрании, поэтому я думаю, этот текст, который по-особому проговорил к моему сердцу, будет полезен для всех присутствующих здесь сегодня. Поэтому я надеюсь, что он послужит тому, что все-таки вы постараетесь найти время, по возможности приходить в среду на библейский разбор. Седьмой стих. Негодных же и бабьих песни, басен, отвращайся, а упражняй себя в благочестии. Мне очень нравится, как в английском звучит этот текст. «Worldly fables fit only for old women». О чем идет речь, когда Павел говорит о негодных и бабьих баснях? Греческое слово «musos» в английском «mythos», «myth» в русском «myf». То есть, он говорит о всякого рода информации, которая не несет никакой пользы для человека, чтобы он духовно возрастал и созидался. Для чего даны дары Духа Святого человеку в церкви? Для пользы и всякое слово будет с чем? С назиданием. Все, что не приносит пользы и не дает никакого назидания, не имеет места в жизни христианина, в его хождении и тем более в церкви. 1 Тимофею 1.4 «И не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят что? Больше споры, нежели Божие назидания в вере». Титул 1.14 «Не внимая иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины». 2 Тимофею 4.4 «И от истины отвратят слух и обратятся к басням». Я помню, некоторое время тому назад слышал реально, это как бы факт, скажем, непридуманная история, что один богослов провел огромное исследование и написал труд. И знаете, смысл его труда в чем заключался? Какой плод съела Ева в Эдемском саду? Какой плод? Вот он-то и делал, а он утверждает, что это яблоко. Кому это принесло какой пользы? Позвольте, некоторый другой случай, уже более ближе к нам, жителям 21 века, более того, славянам. Некоторое время тому назад в одной церкви, я не придумывая эту историю, это факт, сделал брат во время проповеди объявление о том, что он посмотрел видео, в котором интервью берут у дочери какого-то генерала, и там, значит, в Неваде и в Юте строят тюрьмы, в которые будут впоследствии кидать верующих, и они там в 12 этажей под землей. И, в общем, во время великой скорби вот будет происходить такое гонение на церковь, и вот уже все приготовлено, только осталось, чтобы антихрист пришел. Это произвело в церкви такой резонанс, что пришлось по домам, по домашним группам еще раз собраться, чтобы обсудить видео какого-то женщины, у которой брали интервью. И, как бы, я не знаю, когда-то еще в 1995 году я слышал об этом видео, и о том, что все-таки строят, и как все это будет, и какой пользы это приносит человеку. Зачем вообще в церкви, и не только в церкви, на домашней группе, заниматься вот такого рода деятельностью? Какое назидание оно приносит? Мне вообще все равно, строили там тюрьмы или нет. Если нам предстоит в них быть, братья и сестры, знаете, что произойдет? Мы в них будем. Если нам Бог нас направит другим путем, мы в них не попадем. Это абсолютно не важно. Но сегодня часто зазвучал там колокол, сказали пророчества. Я уже лично был свидетельством ни одного пророчества здесь, находясь в Соединенных Штатах Америки. Уже была в 2000, я не помню, в 2009 или в каком-то году должна была начаться война в Калифорнии. Потом она уже несколько раз под воду уходила по пророчествам, и многие попереезжали. Что это приносит? Какую вносит это назидание в жизнь верующего человека? Поэтому это не только вот сегодня. Это было вот в начале, еще первые шаги делает церковь. И уже тогда были негодные бабьи басни, которых надо было что? Отвращаться. То есть это то, что мы можем выбирать сегодня. И это то, что нам не пристало быть, не пристало пользоваться. Но что нужно делать? Вот все суть в чем? Писание никогда не дает нам повеление чего-то не делать, при этом что? Не дав альтернативу. Если я сейчас скажу вам, не думайте о торте. Знаете, что вы будете делать? Думать о торте. Но если я вам скажу, не думайте о торте, но думайте о яблоке, вы будете думать о яблоке. Вот такой человеческий ум. Писание говорит, вот этого негодного, бесполезного, ненужного, пустоты всякой, отвращайся, но что? Упражняйся в благочестии. Слово упражняйся, греческий термин, от которого произошло современное слово дисциплина. Что такое дисциплина? Это спортивный термин. Он означает неумолимую, самоотверженную подготовку, какую проходят спортсмены. И следующий он объясняет, более того, что он имеет в виду, говоря о благочестии. Восьмой и девятый стих. Ибо телесное упражнение мало полезно. А благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Что такое телесное упражнение? Спортзал? Физический спорт? Вы знаете, до недавнего времени я тоже так думал. Пока Бог не позаботился о том, что мне пришлось более рассмотреть внимательно этот вопрос, изучить, что там написано, и оказывается, там вообще не об этом идет речь. Более того, придя к врачу, что он скажет вам сегодня? К любому врачу. Вы приходите по любой проблеме. Что он вам скажет? Нет, он вам скажет диета и упражнения. Или нет? Так, полезно или не полезно? Ну а как мало полезно? Все очень просто. Если вы внимательно рассматриваете начало этой главы, о которой пишет апостол Павел, он здесь приводит некоторые вопросы, которые поднимались в церкви в Ефесе. И он советует Тимофею, от чего отвращаться и что делать. Смотрите, первый стих. Дух же ясно говорит, что последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстительным и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Речь идет о упражнении ради тела только. Вся борьба апостола Павла была направлена на то, чтобы опровергать обрезание, опровергать определенные диетические стандарты, прописанные Ветхим Заветом. Почему? Потому что это упражнение ради чего? Тела. Внутри человека ничего не меняется. Используя, но это упражняться надо. И если вы дословно переводите, так и получается. Телесные упражнения. Но речь не идет вообще о спорте. Речь идет об упражнении тела ради. Выполнение определенных правил, которые касаются тела. Аскетизм. Это уже более христианское, даже не иудейское введенный термин. Когда люди придерживались определенных вопросов, которые не меняли души. Но что надо делать? Но заниматься истинным благочестием. Так вот, упражнение ради тела. Как это выглядит? 2 Тимофею 3,5. Имеющие вид благочестия. А что дальше? А силы его отрекшиеся. 1 Коринфянам 15,9. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то что? Мы несчастнее всех человеков. Это то, чем занимались книжники и фарисеи времен Иисуса Христа. Они занимались только очищением чаши снаружи. Почему? Потому что это в этой жизни давало им статус какой? Особо духовных. Он воскрили одежд расширял. Он на углах улиц молился. Когда он был в посте, что? Унылый вид на себя напускал. И все могли показать пальцем и сказать, вот это истинно духовный человек. Но внутри он был, что? Исполнен нечистоты и всякой скверны. Но человек упражнялся. Это же надо сколько сил применить, чтобы все вот это соблюсти. Омовение чаш, кружек, скамеек, рук не мыв, не придя за базара. Десятину даю, смяты, тмина, руты. Я могу перечислять, перечислять, перечислять. И мы это можем элементарно перенести в наш сегодняшний день. И каждый может нарисовать вам свой список идеального христианина как? Снаружи, а внутри. Ведь он говорит, оно малополезно. Может быть, какую-то пользу оно принесет нам в жизни этой. Но вот истинное благочестие, истинное благочестие – это преображенная жизнь человека. Это когда он пережил духовное перерождение. Он стал новой тварью во Христе Иисусе. И этот новый человек, что он делает? Растет. Точно так же, как растет наш физический человек. Поэтому мы его кормим, поем и на работу ходим. Почему мы на работу ходим? Потому что, приточник говорит, наш род понуждает нас к этому. Кушать хочется. Так вот, внутреннему человеку кушать хочется тоже. И апостол Павел призывает нас благочестием заниматься. То есть, растить себя духовно. Вкладывать то в свою духовную жизнь через чтение Слово, молитву и так далее. И мы об этом немножко поговорим внизу. Но что говорил апостол Павел? Ой, извиняюсь. Иисус Христос в Нагорной проповеди, он говорил, что если праведность наша, что? Не превзойдет чего? А какая была праведность книжников и фарисеев? Праведность книжников и фарисеев заключалась в телесном упражнении. Но внутри они ничего менять не хотели. И поэтому, если мы остановимся на этой черте, то в Царство Небесное не войдем. Это говорит Иисус Христос, и Ему можно верить. Поэтому 10-11 стих, он говорит, ибо мы для того и трудимся, и поношения терпим, что уповаем на Бога Живого, Который есть Спаситель всех человеков, а наипачи верных проповедуй сие и учи. Павел подчеркивает, что мы трудимся и поношения терпим, практически упражняем себя в благочестии, уповая на что? На обещание. Какое обещание? Которое дано нам жизни настоящей и будущей Богом, живым, Спасителем. Кого? Мы читаем в тексте, высветите, пожалуйста, 10-11 стих. Спасителем всех человеков, а более всего. Это кого? Это верующих, настоящих и истинных. Павел подчеркивает две основополагающие истины, на которых зиждется христианство, на которых всего, из-за которых сегодня мы едем не на озеро, а в церковь. Знаете, в чем эти истины заключаются? Он говорит, Бог таки есть. Братья и сестры, Бог есть. Это меняет все. Потому что вначале что? Сотворил кто? Бог. То есть до начала был кто? Бог. И вот вначале, до того был Бог, а потом вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма на бездна, и Дух Божий носился над водою и сказал. Бог, да будет свет. И началась жизнь, которой начало дал Бог и определил границы этой жизни. Бог. И что делать человеку в те дни суетные, о которых пытался исследовать, кто? Соломон пытался исследовать. Так что же делать в те немногие дни жизни суетные? Итог его исследования. Бойся Бога и заповеди его соблюдай. Поэтому Бог есть. И мы верим. И поэтому мы живем по Его слову. Евреям 11,6. А без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Но дисциплинировать себя в благочестии трудно. Терпеть поношение трудно. Трудиться что? Непросто. Но Бог жив. Он не просто есть. Он жив. И Он, мало того, что Он есть и жив, Он спаситель кого? Всех человеков. Но у Него особенное, знаете, кому отношение? К верным. Бог спаситель всех человеков, а наипаче, то есть более всего, верных. Второе, Паралипоменон, 16 глава, 9 стих. Ибо очи Господа обозревают кого? Всю землю. Чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. очи Господа обозревают всю землю, но Он поддерживает верных. 4, 12. Никто да не пренебрегает юностью Твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Многие богословы считают, что Тимофею где-то примерно было от 30 до 40 лет. Такой возраст. В греческой культуре уважали возраст и опыт. Конечно, по возрасту Тимофей еще был молод. Однако не по опыту. С отрочества он путешествовал с апостолом Павлом и участвовал в служении. И все же Павел подчеркивает, что несмотря на опыт или даже возраст, настоящее уважение что? Его заслуживают. Настоящее уважение не требуют. Его заслуживают. Как? Отменным поведением. Герой, потому и герой в армии, что он не говорит, он делает. И как пастыр, потому что это пастырское послание, особенно должен быть образцом. Он призывает Тимофея, на тебя равняется все стадо. Ты хочешь, чтобы не пренебрегали твоим молодости? Будь образцом для верных в чем? В слове. То есть, по контексту всей главы, в слове это, во-первых, в учении. Титул 2.1. Ты же говори то, что сообразно с чем? С здравым учением. Титул 2.7.8. Во всем показывай в себе образец добрых дел, в учительстве что? Чистоту, степенность, неповрежденность. Слово здравое, неукоризненное. Ну и, конечно же, в речи. В слове, значит, в речи. Ефесянам 4.25.29.31. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждой ближнему своему. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Всякое раздражение, ярость и гневы, крик и злоречия со всякою злобою да будут удалены от вас в слове. Заметьте, что я читаю сейчас в слове это для кого написано? Для пастора. А остальные тексты для кого написаны? Для всего стада. Поэтому быть образцом, не призван быть только пастор. Образцом в житии, в слове и во всем остальном призваны быть кто? Все верующие. Все верные. Будьте совершенны, как совершен Отец наш Небесный. Это для кого? Почему-то всегда тех, которые вот здесь занимаются в определенном лидерском, так сказать, роли, их к более высоким стандартам, чем к себе. Но ведь это же для всех написано. И Бог оценивает нас всех этими стандартами. В житии или поведении. 1 Петра 1,15. Но по примеру призвавшего вас святого и сами будьте святы во всех поступках. 1 Петра 2,12. И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, что злословят вас, как злодея, в увиде добрые дела ваши прославили Бога в день посещения. 3 Петра 2,13. Итак, мы все являемся домостроителями кого? Благодати Божией. И пастор, стоящий во главе, от него требуется одна единственная вещь. Как в принципе и от каждого из нас. 1 Коринфянам 4,2. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Неверный пастор, знаете, что это? Погибшее стадо. Поражу пастыря и рассеются овцы. Если пастор неверен, он не может оставаться быть пастором. Он введет в погибель все стадо. И чистоте. Чистые мысли, чистая совесть, чистые мотивы, моральная чистота. Я думаю, понятно. И более того, необходимо. Особенно здесь, в 21 веке, в стране, в которой мы живем. 13 стих. «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением». Что такое чтение? Нет. Чтение – это то, чем мы занимаемся сейчас. Я думаю, вы все помните, если не помните, Немия, 8 глава, 4-8 стих. «Вышел, смотрите, книжник Ездра стоял где? На деревянном возмышении, которое для него сделали, а подлиннему, а по правую руку стояли еще некоторые». И 8 стих, если можно. «И читали из книги, из закона Божия, как? Внятно». Это для проповедников, кстати. Внятно надо читать. Стоя за кафедрой. И присоединяли что? Толкование. И народ понимал прочитанное. Это библейская модель. Не нами придуманная. Поэтому, когда в церкви начинают устроивать какие-то шоу, ну, я не знаю, что только не устраивает сейчас в церкви. Я не знаю, откуда они вообще берут это. Явно не из вот отсюда. Вот библейская модель. Мы сейчас с вами прочитали. Основание. Стоит книжник, то есть человек, который посвященно занимается этим вопросом, у которого, если мы уже говорим в Новом Завете, есть конкретный дар Святого Духа. И он занимается чтением. Внятно прочитал и внятно объяснил. Народ понял. Наставление. Прочитать мало. Надо наставить. Что такое? Наставление призывает слушающих вас применить услышанное на практике. Оно может включать в себя обличение, предупреждение, ободрение, утешение. Иногда все сразу вместе. Кого-то слово растревожит, прочитанное с кафедры. Кого-то слово это же самое успокоит. И многие, каждый из нас уйдет сегодня, услышав это слово, со своим впечатлением о том, что он услышал сегодня. И учение. Учение – это систематическое преподавание из Слова Божьего. Начиная с самых начальных моментов систематически. Книга большая. 66 книг. И поэтому стих за стихом разные есть методы. Индуктивный метод изучения Библии и другой. Главное, чтобы он опирался на Священное Писание и его объяснял. Систематически. Чтобы мы лучше понимали и Бога, и Его заповеди. И заканчиваем. С 14 по 16 стих. Не народи о прибывающем в тебе даровании, Которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О сем заботься, в сем пребывай, Дабы успех твой был очевиден для всех, Всех для всех был очевиден, Вникай в себя и в учения, Занимайся с ним постоянно, Ибо так поступая, И себя спасешь, И слушающих тебя. О каком даре идет речь? Чтобы Тимофей не неродил. О даре пастырства, О даре учителя, О даре Святого Духа. Кто дал дар Святого Духа? Кто дал? Дух Святой, правильно? Когда дал? Когда Дух Святой дал дар вам? Дорогие друзья, Когда вам дал Дух Святой дар? Во время покаяния. Человек кается и приходит к Богу, Его крестит Дух Святой в тело Иисуса Христа И дают Ему дар. Зачем? Зачем? Чтобы мы в этом даре развивались. Результат нашей работы с даром. Какой? Плод. Вот мы вместе читаем. Можно еще раз? Не нероди о пребывающем в тебе даровании, Которое дано тебе по пророчеству С возложением рук священства. Это 14 стих. О всем заботься, Всем пребывай. Зачем? Дабы успех твой был очевиден. Для кого? Для всех. Первый вопрос. Какой мой дар? Если сейчас сделать опрос, Все назовут свой дар? Или не назовут? Потому что часто происходит то, что ненормально. Чего не должно быть, но что есть, к сожалению. Человек 30 лет следует за Иисусом Христом. Он не знает своего дара. И неизвестно, приносит ли он плод. Потому что он даже не знает, в чем же он плод должен приносить. Я думаю, все вы помните притчу Иисуса Христа, Когда хозяин призвал сосчитаться с рабами своими. Он дал одному сколько даров? Пять. Плод. Результат этих пяти даров? Еще пять. Он дал другому два. Результат. Еще два. Человек приносит плод. Он дал одному что еще? Один. Что тот сделал? Абсолютно ничего. Если ты приходишь в церковь, И ты делаешь абсолютно ничего, То ты поступаешь подобно рабу, Который получил дар, И ничего с ним не делал. Потому что Писание нас недвусмысленно призывает. Что делать? О всем заботься. В всем пребывай. О чем заботимся мы? В чем пребывают дни каждодневные нашей жизни? Дальше. Вникай в себя. Зачем в себя вникать? Ну, мы обычно вникаем в соседа. Вот почему он так поступил? Или вот в певца, который здесь стоял? Или в проповедника? А надо вникать в себя. Почему в себя? Братья и сестры, почему в себя? Потому что Писание говорит, Что никто не знает, Что в человеке и кроме кого? Кроме человека. Поэтому вникать надо в себя. Потому что так, как я знаю себя, Не знает никто из вас При любом желании, И даже при самых сверхсовременных Инструментах шпиона. Шпионизм или как там? Шпионажа. Вот слово. Не могу вспомнить. Только я знаю движение своих мыслей. И он говорит, Вникай в себя. Анализируй свои мысли, Свои мотивы, Свои желания. Зачем? Потому что он продолжает И в учении. Потому что ты должен проверить себя И посмотреть на учение. И что? Сравнить. Он говорит, Мы как в зеркало, Пишет апостол Яков. Зеркало смотрим сюда. И если искаженный вид, То что делать надо? И справляться. Потому что Слово Божье, Оно имеет уникальную способность. Оно что? Острее всякого скальпеля. Хирургического. Хирургическим скальпелем Делают операцию на сердце. Слово Божье острее. Ни один современный инструмент Не в состоянии проникнуть До разделения души и духа. Составовым мозгов. И что оно делает? Оно судит. Судит. Что значит судит? Это оно приговор выдает? Оно разделяет. Абсолютно все наши мысли На хорошие и плохие. На праведные и неправедные. На святые и грешные. В Писании нет разных тонов серого. В Писании либо белое, либо черное. Либо Божье, либо от дьявола. Поэтому-то и нужно вникать в себя, проверять свое состояние ежедневно. Вникать в Слово вместе с этим, чтобы сравнивать, чтобы Слово Божье имело способность разделить и то, что не нужно, то, что неправильно, что надо сделать. Поэтому это очень трудоемкий процесс, о котором Павел говорит, тебе надо упражняться. В чем? В благочестии. Вот об этом идет речь. Когда ты смотришь на себя, когда ты оцениваешь себя в свете священного Писания и говоришь, надо меняться. А меняться трудно. Но, братья и сестры, Бог что? Жив. А это значит, что рано или поздно каждый из нас предстанет пред Ним. Зачем? Дать отчет. Но к чему приводит этот, вот это вот вникание в себя и учение, к чему результат этого процесса, братья и сестры? Спасение. Кого? Себя и слушающих. Тебя. Спасение, во-первых, кого? Себя. Почему? Потому что спасение утопающего что? Тело рук самого утопающего. Мы с вами, ни я, ни брат Вениамин, ни брат Артур, мы не будем давать отчет за то, что вы делали в жизни этой. Нас Бог призовет и спросит, брат Александр, что ты делал? В одни жизни тебе отпущены. И передо мной будет крутиться видеопленка всей моей жизни. И уже там не объяснишь, не исправишь, не как-то не заплатишь, не договоришься. Там все будет очень четко, белое и черное. И Слово Божие будет стоять как стандарт. И слушающих тебя призываешь слушающих к тому же. Это задача пастора, но это не только задача пастора, это задача каждого из нас. Проповедуя других, о чем Павел больше всего заботился, когда проповедовал другим, чтобы самому не остаться недостойным. Поэтому, дорогие мои друзья, согласно Священному Писанию, которое мы прочитали и рассмотрели с вами вместе сегодня, не надо бегать за сенсациями, шоу, нововведениями, но лучше надо заниматься чем? Упражнением в благочестии. Может быть, вот этот метод, которым мы занимаемся сегодня, кому-то и кажется устарелым, но он основан на Священном Писании. Так делали кто? Прошедшие перед нами. Они это нам передали, и это основывалось не на человеческом факторе, не на каком-то методе времени. И это то, к чему призывал Бог, и то, к чему сегодня призывает Бог. У благочестия истинное, оно приносит пользу и в настоящей жизни, и в будущей. Не стоит отчаиваться, когда нам трудно, когда мы в поношении, когда мы в стеснениях, когда нам тяжело. Почему? Потому что Бог жив. Он спаситель всех человеков, и Он, ищущим Его, воздает. Братья и сестры, Бог жив. И Он воздает нам, если мы правильно ходим перед Ним. Нам всем, всем без исключения, необходимо быть или стать образцом в слове, в жизни, в любви, в духе, в вере, в чистоте. А для того, чтобы стать, что надо? Трудиться. Трудиться как? Вникая в себя и в учение. Когда учение и жизнь будет в гармонии, знаете, что будет? Образцом будем. И спасем и себя, и слушающих нас. Аминь. Помолимся. Отечественный Бог, я прихожу к Тебе. Я благодарю Тебя за Слово Твое, которое Ты оставил как светильник. И сегодня много разных есть маяков в этой жизни, но для верующих есть один, на который мы равняемся. Слово Твое, оно не теряет своей актуальности, несмотря от времени. Оно сегодня стучится до того, чтобы достичь сердца человеческого. Потому что тебя не интересует внешнее благочестие, упражнения ради тела. Тебя не интересуют какие-то мифы, шоу, сенсации. Для того, чтобы Бога преподнести еще в каком-то сверхмодерном и продвинутом стиле, ты заинтересован в одном. Что в сердце человека? Что в нем средоточие его? Упывает ли человек на Бога? Живет ли он по Слову Твоему? Является ли он образцом в Слове, в житии, в любви? Является ли он образцом вхождения, в чистоте? Как много сказано в этих словах. И как много нам есть над чем работать. И помоги поэтому нам, Господи, не трудиться ради тела лишь. Потому что все это сгорит, пройдет, и даже тело наше, в каком бы оно состоянии ни находилось, рано или поздно, закончит свое существование на этой земле. Но вот благочестие, оно полезно и для жизни настоящей, и, конечно же, будущей. Благослови поэтому нас, живя на этой земле, помнить. Помнить и стремиться поступать, как когда-то сделал свой резонанс, или точнее свое резюме, приточник и мудрейший из всех людей. Сколько ресурсов было у него, ни у кого у нас нет, даже если нас всех вместе собрать. И вот все исследовав, и на все обратив внимание, он все-таки призывает своего слушателя бояться Бога и заповеди его соблюдать. Потому что в этом все для человека. А все остальное – это лишь мифы, гоняясь за которыми человек только лишь обретет пустоту. На Тебя уповаем, Тебя просим, дай силы нам быть похожими на Тебя. Аминь. Я все-таки хочу дать возможность Тебе исполнить, так как Господь Тебя вдохновляет. Пусть это будет как раз то время, когда каждый из нас может заглянуть в свое сердце. Если нужно в этот момент выйти вперед, помолиться вместе со служителями, мы будем рады вместе с вами это сделать. Потому что слово прозвучало к нам, слово, которое указывало на то, что нам нужно действительно заглядывать в свое сердце, нам нужно отвращаться от всего, что не прославляет Господа. А после этого мы уже сделаем сборы, сделаем определенное объявление. Пусть это будет сейчас момент, песня, которая настроит наши сердца. Даже если вы уже член церкви многие года, но вы чувствуете, Господь призывает вас обновить ваше покаяние. Сейчас есть возможность, когда мы можем это сделать. Давайте выслушаем пение, пусть это послужит нашим сердцам. Как река глубока, как река широка Твоя любовь, Как река берега омывает меня Твоя любовь. Субтитры создавал DimaTorzok Пусть время идет быстрей, и нет уже многих дней, Но для меня ценней река любви Твоей. И не вернусь назад, я не жалею рад, В жизни ведет меня река любви Христа. Сколько дед ушли, спеша покинуть этот мир, Они просто сказали, что нет смысла биться в дверь, Не узнали о том, что Иисус сказал, любя. Выстучите вам от воли, от выход есть всегда. Пусть время идет быстрей, и нет уже многих дней, Но для меня ценней река любви Твоей. И не вернусь назад, я не жалею рад, Жизнь ведет меня река любви Христа. Слава Господу! Слава Богу! Несколько объявлений, и я приглашаю группу прославления, Для того, чтобы мы могли вместе исполнить песню. И в это время мы можем сделать сбор на пожертвования нужды поместной церкви. Если вы у нас в гостях, пожалуйста, не чувствуйте себя обязанными. Это для тех, которые считают себя частью поместной церковной семьи. И мы практикуем здесь давать с радостью. Если Господь в древности требовал определенную часть дать, То в Новом Завете определенную часть, которую вы можете дать с радостью. Если вы можете дать это с радостью, Тогда это новозаветний принцип в вашей жизни. Тогда вы можете участвовать в этом служении. Пусть вас Господь в этом благословит. Давайте мы вместе споем. В это время братья соберут сбор для нужд поместной церкви. И потом я сделаю объявление, мы в заключении помолимся. Ангелы в небе! Ангелы в небе! Господь в славе! Славу достойную! Богу поют, Богу поют! Вечная слава! Вечная слава! Вечная слава! Слава Христу! Слава Христу! Вечная слава! Вечная слава! Вечная слава! Слава Христу! хочется сангельским пением слиться в горе искупленных спасенный Господа и сердце Господу Богу единому Христу Спасителю славу поет, славу поет Вечная слава Слава Христу! Вечная слава Вечная слава Слава Христу! Здесь на земле людей Церковь добиться К небу стремиться Душа и Худрый речок О, Греби Господи Видишь, невеста ждет Где бы единому Славу поет, славу поет Вечная слава Вечная слава Слава Христу! Слава Христу! Вечная слава Вечная слава вечная слава слава чудный прославленный царственный божий сын дивный христос Господь в небе нас ждет, в небе нас ждет и сердце Господу Богу единому к Христу, Спасителю Славу поет... вечно слава вечная слава Слава Христу вечная слава вечная слава Вечная слава, слава Христу. Это Надя и Паша Рошко. Так что, если у вас будет возможность, мы всех вас просим, чтобы вы также были здесь, и будет очень интересное служение. У нас будет миссионерский такой отчет от Чукотки, и брат Дмитрий будет участвовать с проповедью. Семья Шаруков очень благодарит за рождение внучки. У них родилась внучка Стеллочка, звездочка, да, Стелла — это звезда. Пусть Господь использует эту звездочку, чтобы она светила для Его славы, чтобы она не стала известной знаменитой звездой в этом мире, но чтобы она действительно светила во славу Господню. Мы очень рады за Виту и Леню Поповых, что Господь им подарил девочку и внучку для Шаруков. Пусть Господь благословит ее жизнь. Также просьба молиться за Василия Георгиевича. Те, кто из вас из Кишинева, знают, он был дирижером Духового оркестра. Василий Георгиевич перенес уже две операции на головной мозг. И вот сейчас была закончена вторая операция. Он дома находится и восстанавливается. Просят родные, те, которые его знают, чтобы молились о нем, о его восстановлении. К нему потихонечку восстанавливают чувства левой части. И также речь восстанавливается, чтобы Господь руководил всеми этими восстановительными процессами. Одна сестра Люда, которая нас регулярно посещает, она сейчас в Молдове находится, Люда Мирка. Она имела возможность засвидетельствовать одной семье. И вот в этой семье жена с ней поделилась, Люда, такой ситуацией. Ситуация месяц назад была обыкновенная, простая семья. Месяц назад все было хорошо. Сейчас у мужа рак. И они не могут прийти в себя от такого шока, от такого состояния. И верят, что молитва церкви может исцелить его. Так что Люда и вот эта ее подруга просят, чтобы церковь стала в проломе за мужа. Его зовут Артур. Чтобы мы помолились в заключении служения, и чтобы Господь прикоснулся к ним особым образом. Они тоже верят в силу молитвы. Сегодня вечером в пять часов у нас будет братский совет. Братья, если возможно, с вашей стороны будьте на братском совете. У нас есть что обсудить, особенно в плане ремонта, крыши и так далее. И будущих наших моментов, которые мы должны по церковным вопросам решить. В пять часов сегодня вечером будьте, пожалуйста, здесь на месте. И также те братья, которые планируют быть на церковном ретрите. Это сентябрь, 28-й четверг, 29-я пятница и 30-я суббота с Юрием Кирилловичем Сипко. Мы поедем в сторону города, в сторону города, к Таху, можно сказать. Там три дня проведем вместе на мужском ретрите. Если вы еще не зарегистрировались, пожалуйста, регистрируйтесь через нашего церковного секретаря. Это все объявления. Пусть Господь нас благословит в этом. Если есть приветы по местной церкви, вы можете передать. Если вы посещали другие церкви, вы можете нам передать сердечный привет. Мы будем рады слышать это. Если кто-то первый раз нас посетил, дайте, пожалуйста, знать. Поднимите, пожалуйста, руку. Мы хотим видеть вас. Да, очень рады. У нас будет возможность сразу после заключительной молитвы пообщаться. Мы хотим вместе с вами познакомиться и благословить вас. Пожать вам руку и поприветствовать вас, чтобы вы также заходили, посещали нас. Если Господь усмотрит, чтобы вы также нашли церковь, где вы можете служить и расти. Давайте в заключение помолимся, поблагодарим Господа за этот час общения, который мы имели вместе. Отец Небесный, мы так благодарны Тебе, что сегодня у нас была возможность еще раз рассуждать из Твоего Слова, открывать для себя Твои тайны, Твои истины. Благодарим Тебя, что Ты Духом Святым касаешься сердец каждого из нас. Через музыкальное произведение, через Слово Твое, через молитвы, через песнопение. Ты используешь различные инструменты и даже через болезнь. Мы осознаем, что когда она приходит, то мы особо чутки к Твоему голосу. И мы просим Тебя за вот этого человека Артура, который верит вместе со своей женой. Просили молиться, чтобы Ты особым образом прикоснулся к его жизни. Используй этот момент, когда он может приблизиться к Тебе, когда он может посвятить свою жизнь Тебе, когда он верою может ухватиться за Тебя. Крепкий якорь, за который действительно можно иметь жизнь вечную, получить оправдание, получить вечную жизнь. Прошу Тебя, благослови его жизнь и помоги, чтобы через эту ситуацию, через эту болезнь он мог приблизиться к Тебе. Если Тебе угодно, в Твоей воле исцелить его, чтобы Ты исцелил его тело, этот недуг, этот рак, который сейчас находится в его теле. Также за Василия Георгиевича прошу Тебя. Ты видишь его жизнь, его служение, его посвящение. И Тебе было угодно также дать ему определенный момент, который он должен также в этом переживании находиться. И я прошу Тебя, чтобы Ты особым образом проговорил его сердце, использовал этот момент для того, чтобы он еще больше приблизился к Тебе. Если в Твоей воле угодно исцелить его, пожалуйста, просим Тебя, чтобы Ты прикоснулся к нему, исцелил в Твою славу, чтобы он был еще светом и светочем, для того, чтобы свидетельствовал о имени Твоем всегда. Благослови, пожалуйста, наших друзей, которые сегодня посетили нас, очень много гостей сегодня было, их участие. Благодарим Тебя за то, что Дух Святой располагает сердца, и что мы видим, что Ты, Господи, касаешься сердец людей. Благослови, пожалуйста, и все те таланты, мы понимаем, это не от нас, но это кредит от Тебя, и помоги все это возвращать Тебе. Благослови, пожалуйста, нашу Церковь, благослови духовным ростом, благослови сегодняшнее вечернее служение, когда нас посетят миссионеры из Чайкотки, братцы Украинской Церкви. Благослови, чтобы все, что будет сделано, сказано, рассказано о Тебе, о Твоих чудесах, чтобы все это все служило для назидания Церкви. Благослови, пожалуйста, также и Стеллочку, которую Ты подарил в семью Поповых и Шаруков. Благослови ее жизнь обильно, и пусть, Господи, она будет действительно звездочкой в Твоем небосводе, для того, чтобы она сияла, для того, чтобы люди могли увидеть Твой свет и благословлять Твое святое имя. Просим Тебя, чтобы Ты благословил нас. Мы нуждаемся в Твоей защите, ограде, чтобы мы были еще и еще более чуткими к тому, что Ты показываешь и говоришь нам. Прошу Тебя, благослови поместную Церковь во имя Иисуса Христа и каждого из нас индивидуально во имя нашего Спасителя, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Божьих Вам благословений! У нас за ширмочкой для Вас приготовлено угощение. Приветствуйте наших гостей, будьте гостеприимны, и будем рады видеть Вас вечером в 6 часов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!